Конец года традиционно время подведения итогов и личных, и семейных, и государственных, и интеграционных. Накануне под председательством Беларуси состоялся финальный в этом году саммит ЕАЭС. Именно официальный Минск объединил не только евразийскую пятерку, к наблюдателю Молдове добавился Узбекистан и Куба. И этот факт, конечно, войдет в историю Союза. Всех лидеров Александр Лукашенко собрал в непростое время. 2020-й проверил на прочность каждого участника объединения и доказал. Бэкграунд договоренностей за предыдущие годы стал той самой подушкой безопасности для организации в 2020-м. Вы же помните, какими эмоциональными были в последние годы саммиты. Инициатором дебатов по спорным вопросам неоднократно был и наш президент. Если бы так настойчиво в свое время не требовали исполнения взятых на себя обязательств, удалось бы в такой сложнейший год сохранить Союз. Да еще и говорить о положительных результатах. Большой вопрос. Об итогах председательства Беларуси и почему в такое непростое время союзники все-таки решились на новую стратегию сразу на пятилетие. Илона Красуцкая. Полгода в воздухе висел вопрос, какой у ЕАЭС будет новая стратегия. На майском саммите главы государства не сказали «да». Но как тут планировать и обещать что-то конкретное людям? Первая волна пандемии, абсолютная неопределенность, закрытие границ. Непонятно, что будет с экономикой, да и собственных проблем у каждой из стран выше крыши. Пандемия, как лакмус, раскрыла суть экономических союзов и интеграционных объединений. Она на практике убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе мы сможем быть сильнее. Одновременно коронавирус также показал истинную цену невыполнения ранее достигнутых договоренностей. Можно, конечно, многое списать на коронавирус. Год сложный. Давайте посмотрим, что получилось. Не без этого. Но сейчас как никогда важно сблизить позиции по еще нерешенным вопросам. Поэтому план дальновидный. Стратегия 20-25 от промышленности до культуры. К экономическому блоку интегрировали гуманитарную сферу. Через нее сегодня ищут лазейки вторгнуться в наше интеграционное пространство. Вот есть 100 миллионов потребителей, значит рынок в принципе может более-менее конкурентоспособно существовать, развивать свое производство. Я на всякий случай напомню, что население стран Евразии в пятерке, а мы видим, что на этом саммите уже появились страны-наблюдатели, так сказать, потенциально которые рассматривают участие. На данный момент где-то около 180 миллионов плюс, там 184-185 миллионов. Поэтому, наверное, вот это такое региональное объединение и повышение эффективности, это действительно соответствует вызовам современного мира. 2020-й войдет в историю годом непростым для всех участников объединения. И даже символично, что в этот период всех лидеров собирает именно Александр Лукашенко. Президент, чья страна на себе испытала шторма извне. В такой турбулентности устоит только сильный, имея большой политический опыт, наш президент найдет слова для каждого. И для Кыргызстана, чья политическая система пошатнулась после парламентских выборов, и для Армении, где тяжелой оказалась развязка Карабахского конфликта. Все мы знаем, что, особенно нам Беларусь, это знакомо, что Армения переживает непростой период. И позвольте от имени всех участников нашего заседания пожелать вам успехов в этой непростой борьбе. Здесь Александр Лукашенко в том числе имеет в виду всех тех советчиков, которые якобы с благими намерениями пытаются навязать странам свои порядки. Беларусь на собственном примере знает, качать будут по-всякому. Более того, страну пытаются использовать как плацдарм для новых потрясений. Я, прежде всего, хотел бы присоединиться к прозвучавшим здесь словам благодарности в адрес белорусского руководства за проделанную работу, несмотря на то, что эта работа велась в непростых условиях. Мы все отмечаем, что времена непростые. Непростые они и прежде всего, прежде всего для наших близких друзей и братьев Российской Федерации. Вы видите, что острие атака из-за пределов нацелена на Россию. Мы это в Беларуси остро ощущаем. Поэтому, Владимир Владимирович, терпение вам. Если посмотреть сценарий один в один, ситуацию раскачивать через политические кампании, вбросы, фейки, участникам по Союзу грозит то, что мы уже проходили. В Молдове только-только прошли президентские выборы. В будущем году могут состояться и парламентские. В Кыргызстане тоже будут выбирать президента. Все мы знаем, что вы склонны к модернизации политической конструкции вашего государства, совершенствованию ее. Это очень тяжелый и непростой процесс, но мы все будем рядом с вами. События показали, сегодня как никогда важно держаться вместе. Закрыться от всего мира – это тоже утопия. Лечить экономику потом будет куда дороже, чем людей. Важно здесь отметить, что глава государства как раз показал свои лидерские качества и продемонстрировал готовность к тому, чтобы совместно, сообща, разрешать те проблемы, которые есть не только в Беларуси, но есть и в России, есть и в Казахстане, Киргизии. Однозначно решение всех проблем сейчас, которые есть, и в экономической, и финансовой сфере, и социальной, можно решать только сообща, только вместе, в рамках интеграционного пространства, не ущемляя интересы ни одной из стран, а соблюдая паритет и соблюдая, в первую очередь, общие интеграционные цели и, самое главное, не допуская приоритета каких-то отдельных корпоративных групп в ущерб национальным интересам и в ущерб, в первую очередь, интересам интеграционного пространства. Год председательства Беларуси войдет в историю годом приобретений. Плюс два новых наблюдателя – Куба и Узбекистан. Не исключено, что Ташкент всерьез задумается о полноправном участии в Союзе. Вы для нас являетесь, вот для меня лично точно, примером, как надо бороться за страну, как надо модернизировать, притом интенсивно модернизировать свою экономику, чтобы вывести Узбекистан на ведущие роли в мировой экономике. Мы уверены, что вы недолго будете наблюдать за нами и в ближайшее время примите решение и станете полноправленным членом нашего Союза, как вы очень правильно сказали, если это будет выгодно узбекскому народу. Говорят, следующий год будет не легче во всех смыслах. Председательство в ЕАЭС переходит к Казахстану, у которого тоже впереди парламентские выборы. Мы хотели бы вам и первому президенту Казахстана пожелать успехов в приведении этой политической кампании. То, что она будет непростой, вы это видите и по Беларуси, и по другим странам. Поэтому мы будем болеть за вас, будем переживать, будем всячески поддерживать. Встреча получилась живой и активной. Все-таки онлайн-формат позволяет отодвинуть протокольные детали на второй план и импровизировать. Модератор саммита Александр Лукашенко пообщался с каждым, но чем не замена двусторонним встречам. И хотя год для стран ЕАЭС был сложным, важно, что всех снова объединил Минск. Столица, главная ассоциация с которой, как ни крути, мир и единение. Илона Красуцкая, Станислав Липский, агентство теленовостей. Савельева Шостificar, Кюнин explode.